Здравствуйте! Рад вас приветствовать в очередном выпуске программы «Будь в форме» на телеканале Видное ТВ. Наш проект о спорте, активном отдыхе и в общем здоровом образе жизни. В прошлых выпусках проекта мы затронули тему безопасного возвращения в спортивную форму после длительного перерыва. А также поговорили о домашних тренировках. И все это неспроста. Коронавирусная тема остается главной в общественной жизни и по сей день. Поэтому актуальность вопроса домашних тренировок остается. Ведь неизвестно, что будет завтра и будут ли работать тренажерные залы. Мы решили собрать всю информацию, полученную от наших специалистов в прошлых выпусках, систематизировать ее и предложить вам наиболее грамотное решение на период пандемии. Итак, домашняя тренировка. От тренера Ольги мы узнали. Для того, чтобы тренировки дома были более эффективны, нужно придерживаться определенных правил. Первое. Не забывайте, что перед тренировкой должна быть разминка. И затем основная часть. И лучше, если вы ее заранее продумаете. В конце тренировки необходима заминка и сделать упражнение на гибкость. Следующее правило. Вы должны контролировать технику выполнения. И не забывайте, что тренировки должны быть регулярными. Замечательно. Однако у тренировок дома есть один существенный недостаток. О нем нам поведал эксперт фитнес-тестирования Станислав. Тренировки в тренажерном зале отличаются от тренировок дома. Сто процентов. Потому что мы можем плавно наращивать рабочий вес. Плавно его увеличивать. А нам это обязательно нужно делать. Потому что это основной принцип тренировочный. Это принцип перегрузки. Если мы будем всегда работать с одним и тем же весом, то не получится прогрессировать. То есть лучшим остаться не будем. Мы будем оставаться на одном и том же уровне. Да, действительно, можно выглядеть неплохо с помощью домашних тренировок. Но выглядеть спортивно, круто, в фитнес-формате, нет, это сложно. Ну, в принципе, все понятно. Тренироваться дома можно и нужно. Но собственным весом только до определенного уровня. Как только своего веса перестанет хватать, необходимо использовать отягощение. Следующий очень важный вопрос. Это возвращение к тренировкам в тренажерном зале после длительного перерыва. Этот период самый опасный. Ведь организм еще не готов к нагрузкам. И вероятность получения травмы очень высока. Как не допустить этого и грамотно вернуть форму, нам поведал тренер Александр. Первым упражнением у нас будет приседание с свободным весом. Это будет гиря. И разберем немножко технику. Ноги ставим на ширине плеч. Спину держим ровно. Плавно опускаемся вниз, отводя таз назад. Обязательно следим за поясницей. Основная опора у нас находится на пятке. На мысы не заваливаемся. Каждое упражнение мы делаем по 2-3 подхода. И сегодня будем работать на каждую группу мышц по одному упражнению. Это позволит получить достаточную нагрузку, но не перегрузиться. Теперь мы переходим на упражнение для спины. Это тяга верхнего блока. Прорабатывает практически всю поверхность спины. Но основной акцент идет на большие круглые мышцы. Берем с широким хватом. Сели, колени зафиксировали. И тянем к груди. Точно так же делаем 15-20 повторений на 2-3 подхода. Этого будет достаточно. После тягового движения у нас будет жимовое движение. Идем по антагонистам. Сначала тянем к себе, потом жмем. Здесь мы зафиксировались. Спину прогнули. Ногами почувствовали твердую опору. И спокойно жмем. Плавно вниз. Чуть побыстрее от себя. Здесь по-прежнему 2-3 подхода. 15-20 повторений. Опять же, помню, мы не перегружаемся. Пойдем дальше. Основные группы мышц мы проработали. Теперь берем гантели. И немножко проработаем на мелкие группы мышц. Начнем с плечей. Обычные стандартные отведения в стороны. Опять же, никуда не торопимся, не рвемся. Вес подбираем оптимальный для себя. Между подходами стараемся отдыхать буквально минуту. Опять же, мы сильно не торопимся никуда. Но и в то же время, то есть, мы должны достаточно восстанавливаться. Также берем свободный вес, гантели. И работаем на маленькую группу мышц. Это бицепс. Спокойно, с разворотом. Наверх чуть быстрее, обратно медленнее. В верхней точке стараемся давать максимальное сокращение. После длительного перерыва в тренировках данный подход будет оптимально подходить для восстановления формы. Не нужно перегружаться. Работаем спокойно. 2-3 подхода, 15 повторений. Этого будет более чем достаточно. Ну что ж, спасибо всем экспертам в освещении этой очень важной темы. Надеюсь, период пандемии не станет для вас поводом отказа от тренировочного процесса. И даже в домашних условиях вы всегда будете в форме. Ну а я прощаюсь. Всего вам самого доброго. Увидимся на телеканале Видное ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok